Здравствуйте, товарищи подписчики! Прежде всего, ребята, хотелось бы сказать, что Паба с ВКонтакте вроде как я попытался его оживить И какие-то кусочки мелких новостей будут публиковаться там, когда что-то происходит Что, ну, не стоит записывания, например, одного видоса Или это вообще не касается, например, ну, я не знаю, канала на Ютубе Ну, понятное дело, что не каждый день насыщен новостями Но, тем не менее, если интересно, что происходит, выйдет в курсе, то подписывайтесь, включайте уведомления, все дела Это я к тому, что поскольку я этим каналом практически перестал заниматься То если кому-то все еще интересно мое околоигровое творчество Или не очень околоигровое творчество То Пабас это немножечко такое более централизированное место того, что вокруг всего этого происходит Ну и да, я создал второй канал и выложил на него один видос Правда, это произошло несколько дней назад и рассказываю я об этом только сейчас Это потому, что как только я это сделал, на работе начался опиздеться с графиком У меня вообще времени не было ни на что Даже там, я не знаю, пару часиков хотя бы погамы в какую-то хуйню И вместе с выходом вот этого видоса, как бы, создается и анонс непосредственно в Пабасе О том, что да, вот второй канал, подписывайтесь, все дела По поводу стабильности выхода на этом канале видосов, естественно, ничего не обещаю Потому что я знаю, как у меня это работает А именно, никак у меня это не работает Но учитывая то, что этим хобби я занимаюсь уже какое-то время И по большому счету особо некому помешать мне этим хобби заниматься И испортить его для меня, как, например, с тем же Пазиком То, я думаю, какое-то время это будет продолжаться Хобби это, как многие из вас знают, это увлечение оружием Но в связи с интересным законодательством Там, где я живу, огнестрельным оружием заниматься, то еще удовольствие Поэтому здесь больше распространен страйкбол Не все, что его окружает Поэтому, да и в некотором смысле это даже веселее Ну и вот некоторое время назад у меня все-таки появилась возможность Начать вообще этим хобби заниматься И мне очень нравится, что из этого получается Оно прогрессирует Оно, как я уже сказал, не собирается куда-то уходить из моей жизни И это уже действительно, ну, существенная часть Существенная часть меня, скажем так Ну и как обычно, когда у меня появляется какое-то серьезное хобби в моей жизни Мне начинает хотеться делиться с миром Опытом пребывания в этом хобби Делиться своим опытом, пытаться привнести в это что-то свое Ну и вот сейчас это хобби, это страйкбольные стволы И все, что их окружает в страйкбол, сам по себе как таковой я не играю Когда-нибудь, возможно, начну Но немножко не в такой привычной в России страйкбол А что-то более пострелушковое Но это не точно, опять же, на это еще надо найти время И опять-таки мне это пока что не настолько интересно, как увлечение самим предметом Вот, скажем так Ну и поскольку вы на этот канал были подписаны изначально из-за Payday То если вы играете в Payday, то высока вероятность, что вам не безинтересна тема оружия Поэтому, может быть, кому-нибудь будет интересна эта хрень Если да, то буду рад слышать какую-то обратную связь от вас Почему решил создать для этого отдельный канал, а не просто выкладывать это все сюда? Ну потому что банально я обратил внимание на то, что То, что я делаю на этом канале, на основном, который называется Droid Cues Контент-то преимущественно игровой И проблема в том, что две эти темы, они не то чтобы на самом деле охренительно пересекаются между собой Преимущественно, как мне кажется, тем, кому интересно углубленно заниматься какими-то игровыми вопросами Им вообще насрать на все вот это вот сракбольное И тем, кому посерьезки интересно что-то околооружейное, им еще больше насрать на все вот эти игрушечки для дебилов Поэтому пересечение аудитории, как мне кажется, здесь будет крайне минимальным Но это даже не основная причина Основная причина в том, что я не хочу на этом канале разводить бардак Какой бы заброшенный этот канал не был Да, я не хочу на нем мешать вот эту вот кашу из настолько разного контента Так что, ну, какая разница, на каком канале вам это смотреть Правильно, если вам интересно, подпишитесь на тот, неинтересно, останетесь тут А если будет интересно, подпишитесь на тот, отпишитесь нахер от этого, правильно? При этом тот второй канал по-прежнему остается вторым, второстепенным А этот остается основным Потому что все еще я, как бы, по большей части на самом деле задрот Просто делаю это теперь, задротствую не на ютубе, а на твиче И это основная моя деятельность, поэтому этот канал останется основным А тот будет второстепенным И при этом тот канал я пока что не посвящаю какой-то конкретной теме Я так его и назвал Волт, хранилище Всякого говна, который не касается основной моей, основной моей деятельности Поэтому, вероятно, на том канале появится еще какая-то хрень Которая не связана с играми Ну и, может быть, не связана с оружием Не знаю, посмотрим В общем, такие дела Кому интересно, заходите, смотрите, подписывайтесь Посмотрим, что из этого получится А что же, как раз-таки, касается игровой темы Если вы одни из тех, кто все еще ждет от меня видосов по пазику То я уже неоднократно говорил Возможно, даже и на этом канале говорил Но на стримах, по крайней мере, точно Что, бля, не ждите видосов по пазику Я думаю, это для всех уже должно было стать очевидным Что мне больше неинтересно делать контент Для большей части этого комьюнити Я на этом канале однажды уже как-то даже высрался на эту тему По поводу, ну, не про, скажем так Не про комьюнити и про игру в целом А про, ну, помните, тот видос, да? Про костюмчики и все такое Это был вот такой вот звоночек, скажем так Это у меня немного накипело И немножко вот из меня вот выплеснулось в тот момент Сейчас, конечно, на это кринжово смотреть Как и на большинство моих видосов Но тогда я пытался подать свою точку зрения Хоть как-то аргументированно Но аргументы по типу Игрок в костюме выглядит как гей Это, ну, вы понимаете На самом деле, я просто потом со временем понял Что нет у меня на это никаких аргументов По большому-то счету объективных каких-то, да? Которые бы поняли все И... да и не нужно мне приводить никакие аргументы Блядь, это мое мнение Кого вообще ебет, чё я думаю про большинство Если это большинство С того момента, как я начал делать видосы по падику Падик серьезно изменился А... и... только мне И... ну... я уже об этом говорил Что только мне и меньшинству игроков Кажется, что эти изменения в худшую сторону Я говорил не о генеральных понятиях того, что падик помойка Dead game И все такое Потому что у него там Что-то там плохая оптимизация И что-то там несерьезно, да? Я сравниваю именно моменты геймплейные Сравнивая его, естественно С тем падиком, каким он был Плюс-минус на релизе И, ну, давайте скажем Год, максимум полтора С момента его релиза Игра после этого очень сильно изменилась И вот, к несчастью, эти изменения Ну, так получилось, что большинство комьюнити Приняло эти изменения Приняло новые правила игры И начала по ним играть А я вот и некоторая каста игроков Фолдов Куколдов Просто немножко, скажем так, адаптировалась Придумала свои правила игры И играет теперь вот как-то вот так Я, кстати говоря, если кому интересно Я не бросил Payday Я как бы все еще в него поигрываю Ну, естественно, не настолько регулярно Как я делал раньше И я больше не играю По большому счету с папчиками А если я играю То мне уже совершенно насрать На такие вещи На которые мне не было насрать Ну, вы помните еще в то время Когда я выпускал видосы Такие вещи, как, например Использование читов Использование каких-то Серьезных геймплей-чейнджинг-модов Читерских На взлом ачивок На взлом инфеймов Ну, только если что-то откровенное Прям заходит Я не знаю Со всеми скиллами вкачанными Я, конечно, это кикаю Но по большому счету Мне уже настолько поебать Ну, и по большому счету Играю Если и играю То играю и один И... Либо со своими товарищами Близкими По взглядам Соответственно Мне уже давным-давно Если для кого-то Это не было очевидным Перестало быть интересным Делиться опытом И выпускать какой-то Познавательный контент Для того комьюнити Которая мне противна Да и что Мне кажется Даже куда важнее Это то, что я больше не нужен В принципе Этому комьюнити Потому что Куда более активные Контент-мейкеры Их просто развелось До задницы Хотя сейчас, конечно Некоторые из них уже мертвы Понятное дело Но это такой, как бы Естественный достаточно процесс Все-таки игра уже старенькая Ну и контент-то навалом Который Опять-таки Тому самому большинству Поможет куда больше Чем мой какой-то там Выбор пистолетов Которые никто, блядь Не использует больше Так что Ну да Давно, наверное Надо было Надо было уже Так сказать Признать и объявить Публично О том, что Ну да Тема с падиком И выпуском видосов По нему Ну, скорее всего Для меня мертва Опять же Все еще я играю На Твиче Если вы Если вы, блядь, не в курсе Я стримлю на Твиче больше А не на Ютубе На Ютубе давно Перестал рестримить Если кому интересно Поглядывать Во что я там играю И иногда видеть падик То на Твиче тоже подписывайтесь Понятное дело Туда, в Твиче Я В Твиче Я практически безвылазно сижу И Ну, достаточно регулярно Опять-таки По возможности Когда время появляется На связь Выхожу Вот там вы иногда будете Видеть падик И Не только меня В нем Но опять-таки Я, конечно же Не говорю что На 100% Точно падик На Ютубе Все Я не исключаю Возможности Не знаю Какого-то Прилива вдохновения Аномального Что Ну, может быть Что-нибудь Запишу сюда Но это, конечно Очень-очень-очень Вряд ли Также я Какое-то время Опять-таки Зрители моих стримов Знают, что Ну, не только Зрители моих стримов На канале Это тоже было очевидно Что я Однажды пересел На Килинг Флор 2 И очень глубоко В него Погряз И увяз И начал эту игру изучать И она мне стала Очень интересной И были даже мысли Выпускать видосы По КФу Именно познавательный Контент И не только про то Как увеличить фофф А, ну, что-то вроде Того же Чего я и по падику делал То есть Что-то по стволам Что-то по гайдам Какие-то еще Псевдополезные штуки Но так произошло Что в какой-то момент И Килинг Флор для меня умер Более того КФ 2 Это сама по себе Куда более Мертвая игра Чем Payday И комьюнити В нем такое Оно Значительно меньше Чем Payday И делится Оно на такие части Где у тебя Одной половине игроков Им вообще насрать Че делать С чем играть И все такое Им неинтересно Познавать эту игру И вторая половина Это лютые задроты Которым интересно Познавать эту игру Которым интересно Углубляться в механике Но такие задроты Являются Как мне кажется Полным аналогом Тех же дессеров В падике Когда ты Задрачиваешь игру Пиздец И идешь на самые Высокие сложности И даже выше Чем на самые Высокие сложности Обузишь все меты Которые только есть Пытаешься Всеми сломанными И не сломанными Вещами максимализировать Свой Свою эффективность Скажем так Ну и эта часть Комьюнити Она на самом деле Мне настолько же Неприятна Как те же Дессеров в падике Только разница в том Что в Килинг Флоре Таких задротов Значительно меньше Это как бы наоборот Меньшая часть Ну а остальной части Комьюнити Ей просто-напросто Насрать Да и более того Комьюнити то это Ну вот кто блять Из вас Из смотрящих сейчас Это видео Плюс-минус регулярно Играет в Килинг Флор 2 И кому интересно Было бы Наблюдать Какой-то познавательный Контент Ну я думаю Таких немного А потом В какой-то момент Для меня Самого лично Вообще игра Килинг Флор 2 Умерла Потому что Она сбомжевалась Точно так же Ну практически По тому же сценарию Что и с Пейдэем Произошло Смены руководства Скатывание В постоянные Какие-то DLC Значительное снижение Качества Этих DLC Ну и в целом Как бы игра Вот после этого Начинает умирать И как бы сейчас Вот этот вот мем Про Dead Game Вполне себе Точно так же Можно адресовать И про КФ Только в отличии От Payday Где все говорят Что Dead Game Но тем не менее Онлайн у него Более-менее ничего То вот в КФ Вообще никто не играет Соответственно И эта идея Тоже умерла Вот Ну а помимо этого Во что еще я играю А вы сейчас Наверняка видите Это на заднем плане Ультракил И Doom Eternal Это вот основное Мое сейчас Время препровождения За Игрушечками Для дебилов Но комьюнити У этих игр Оно По крайней мере В российском сегменте Оно вообще Нулевое Абсолютно Doom Eternal Вообще у нас В России Хейтится По большей части Я подозреваю Из-за того Что Мэдисон Однажды ее обосрал Или еще Из-за чего Вообще без понятия Почему настолько Космическая разница Между комьюнити Англоязычным У Doom Eternal И русскоязычным Это просто пропасть Не то чтобы я пытался сказать Что там на западе В Doom Eternal Каждая играет безвылазно Но банальное отношение К игре Это просто Опять таки Небо и земля Соответственно У меня на стримах С учащением Количества стримов По Doom Eternal Ну плюс-минус Аудитория Как-то вроде как Привыкла К тому что я занимаюсь Этим относительно регулярно И одновременно С этим я Ну пытался Хоть как-то Что-то новое Там делать То один Какой-то там Челлендж То другой Какой-то там Челлендж Чтобы на это Плюс-минус Ну хотя бы Как-то было интересно Смотреть Плюс пытаюсь Наращивать свой скилл Чтобы на это Если было не интересно Смотреть То хотя бы Это было Приятно глазу Скажем так И вроде как С этер аналом Получается Видосы Тер аналу Выпускать Это Нет Что мне там снимать С одной стороны Как бы да На русском ютубе Контента по этой игре Вообще практически нет Но с другой стороны Меня лично Этот контент Настолько настоебенил На западном ютубе Потому что там Контент на ютубе По тер аналу Стагнирует По большому счету Познавательного Какого-то контента Ну вообще в принципе Трудно придумать По этой игре Хотя он есть Но в основном Это разбор новостей Очередные Какие-то новые Ебанутые Тактики Убийства Марадера И мемы И щитпосты Блять Вот собственно И все Поэтому тут ребята Точно Вот если вам Блять Хоть сколько-нибудь Интересен Doom Eternal И интересно Было бы видеть Как я в него Играю То тут пожалуйста На твич Потому что На ютубе Я вообще Без понятия Что тут делать И плюс-минус Все то же самое Касается Ультракила Только помноженное На 0.00001 Потому что Комьюнити У этой игры На западе Оно примерно Сопоставимо Этиураналу Потому что Этиуранал Это все-таки Трипл-Эй Игра Которая Как бы ну Пиарилась И от крупного Издателя От крупного Разработчика И все такое А ультракилл Это инди-поделка Верли Аксесе О которой До большинства Даже не знают Вообще О его существовании И выпускается От не очень Известного Издателя Опять же Это такая Гиковская тема Но ультракиллу Помогает Немножко 99% Положительных Отзывов В стиме При этом В всем в России Вообще Нахер никто Не знает Про эту игру Блять Ноль контента Ноль освещенности И комьюнити Тоже Равно Нулю Соответственно Когда я на твиче Звожу ультракилл Это нахер Никому не интересно Вообще Ну и здесь По контенту По части Видосов Здесь Абсолютно Тоже такая же тема Как и в Думатернале Будучи Синглплеерным Спинномозговым Шутером С бесконечной Глубиной Проработки Механик Боевки Тут Ну мало Что можно Придумать По части Каких Познавательных Видосов На ютубе Либо Чтобы такие Видосы Делать Ты должен Быть Просто Гипер Задротом Знать Про игру Все Все нюансы Все детали Я же Просто Обывал Максимум На что Я в этом плане Способен Это Пиздить Контент Запада И просто Для русскоговорящей Аудитории Его адаптировать Если не Просто Переводить Блять Чужие Видосы Так что Вот Подытоживаю Именно поэтому Здесь На этом канале Контент Не выходит Именно поэтому Я создал Второй канал Где Контент Судя по всему Будет выходить И именно поэтому Я попытался Оживить свой Пабос Как централизированное Опять таки Отражение Моей деятельности Поэтому Еще раз Акцентирую Внимание О том что Да вот Есть такой Своего рода Новостной хаб Я если что Не на конца Уверен в том Что вконтакте И сообщество вконтакте Это лучшее место Где можно этим заниматься Я думал о каком нибудь Твиттере Или о телеге Или типа того Поэтому если вы тоже думаете О каком то Более подходящем способе Делиться Вот Какими то такими Небольшими новостями То Вот прошу в комменты Да На этом я думаю У меня все Тем кто это посмотрел Большое вам спасибо Что остаетесь со мной Не забывайте подписываться На всю хуйню Чтобы не пропускать Всю хуйню А с вами был Дроид Кьюз Всем всего